Вот смотрите, у женщины в психике есть одно свойство, мужчины, чтобы вы знали. Если женщина чувствует себя плохо, то всегда, вот всегда в этом виноват только муж. Запомнили? Это не потому, что она так хочет, а потому, что она так чувствует. И с этим чувством, мужчины, вы ничего не сделаете, вот хоть убейте. Вот, допустим, если вы это знаете, то жизнь становится легче. Вот, допустим, ко мне жена подходит, такие глаза квадратные, я вообще не при делах. Она говорит, у нас есть проблема. Я говорю, да, согласен. Она говорит, ты даже еще не знаешь, какая, уже согласен. Я говорю, я знаю, какая. Она говорит, какая. Я говорю, твоя. Она говорит, нет, это не моя. Итак, у нас есть проблема. У меня к тебе вопрос. Кто в ней виноват? Я говорю, я, конечно, виноват, кто еще виноват? Она говорит, а почему ты так решил? Я говорю, потому что мы вдвоем живем, больше никого нет. И все, она так же начала смеяться, и все, проблема закончилась. Вы уловили мужчины? Почему проблема закончилась? Потому что вы сдались без боя. То есть, если женщина говорит, ты виноват, надо сказать, да, да, моя дорогая, я виноват. И она сразу перестает тебя считать виноватым после этого. Понятно, да? То есть, женщина, если она видит, что мужчина благосклонен к ней, по-доброму к ней относится, она сразу трезвеет. Ее психика, у женщины психика очень близка к истине. По природе близка к истине. Но женщина очень быстро выходит из равновесия и очень быстро теряет истину. Для того, чтобы женщине получить истину, ее надо просто успокоить. Успокоить означает согласиться. Согласиться не означает идти у ней на поводу. Это просто определенный стиль поведения. Вот, допустим, женщина капризничает, надо говорить, да, моя хорошая, да, согласиться с ней. И после этого она поймет, в чем проблема по-настоящему. Вот, допустим, она считает, что ты проблема. Но если ты с ней согласился, она сразу же чувствует, что это не так. Ну, то есть, ей легко понять правду, нужно просто ей уступить. Все. Это называется забота о женщине. Вот почему теперь женщины бросают мужчин? Знаете, есть только одна причина мужчины, по которой вас бросили. Эта причина очень простая. Вы женщине не уступаете. Если вы не уступаете, она с вами жить не сможет. Она помучается, помучается и ей бросит. Уступать не означает идти на поводу. Почему мужчина уступает женщине? Для того, чтобы ее отрезвить. Вот, допустим, женщина говорит, у меня плохое настроение, все из-за тебя. Надо согласиться. Сказать, да, конечно, из-за меня. Но при этом не надо, да, из-за меня. Ну, то есть, надо порадостно, по-доброму, как бы, шутливо. Да, конечно, из-за меня, да. Она скажет, ты чего, шутишь со мной? Нет, право, я считаю так, что из-за меня. Хотя вы не считаете вообще так, однозначно. Надо так сказать. И она успокоится и потом скажет, нет, это не из-за тебя, у меня у самой проблемы. Все, вот так работает система. Мужчины, услышали меня или нет? Теперь, если вы начинаете ее передавливать, женщину передавливать, то дальше будет только хуже. Потому что у женщины есть одно свойство. Запомните, мужчина, это свойство ужасное. Я его сейчас как бы озвучиваю, но оно ужасное как для женщин, так и для мужчин. У женщины есть одно свойство. Если женщина видит, что ее не любят, ее передавливают, на нее нажимают, с ней ведут себя грубо, давление она чувствует, если женщина, то она готова разрушить не только семью, не только своего мужа, но также и себя. Представляете, то есть женщина готова уничтожить себя, если она видит несправедливость по отношению к себе. Это ужасное свойство женщины и очень опасное. То есть, поэтому женщину, как вот объект, который вышел из равновесия, нужно очень бояться, потому что они сами себя не контролируют в этот момент. И причем, ладно, если человек не контролирует себя как мужчина, вот он себя не контролирует, но себе никогда вреда не принесет. Понимаете, женщина, когда они себя не контролируют, она может нанести вред даже себе в этом случае, без всяких проблем, легко. Понимаете, вот это опасно очень, опасное, как бы, свойство женщины. Поэтому мужчина должен стараться успокаивать женщину, приводить ее в равновесие. И кто такой хороший мужчина для женщин? Хороший означает мужчина, который способен успокаивать женщину. Все. Я что-то не так сказал, женщины? Вот хороший, да, вот, вот, хороший человек. Вот вы говорите, он хороший человек. Что это значит? Много каких-то факторов, но главный фактор, главный для женщины, он способен переносить мои эмоции, успокаивать меня. Хороший человек, знаете, все. Вот это главный фактор. Конечно, там работает, там не гуляет, там это все тоже, но вот способен меня успокаивать, это для женщины является очень сильным, доминирующим главным фактором в отношениях с мужчиной. Поэтому вот женщина, когда знакомится с мужчиной, она смотрит, он давит на нее или нет, сразу первое, есть давление на психику или нет, потому что женщина психика очень чувствительная. Второе, что она смотрит, он капризом ее терпит или нет. Вот если я капризничаю, как он относится? Если он не давит и успокаивает каприз, для женщины это просто золотой человек.